вот вот этот момент что я хочу сделать я хочу нарисовать такую формулу z от с сумма столбцов равняется сумма треугольников плюс площадь под гладкой кривой понятная идея что она скажет она пишет что есть ответ не совсем понятно что здесь происходит она говорит просто что эта сумма сходится сумма площадей треугольников сходящаяся штука а эта формула которая давала нормальные ответы для s больше единицы мою просто продолжили для сучья с равно 1 2 ну то есть я вам показал как бы одну формулу которая верна очевидно доказано для s больше единицы а потом я позволил себе в нее ставить s равно 1 2 и говорить ну раньше это было равно z от с допусть и теперь эта штука будет называться z от с пусть этот ряд и расходится но раньше эта формула давала значение этого ряда то пусть эта штука будет обобщением этой аналитической функции от с для сучья когда s равняется 1 2 для минус 1 2 мы все-таки получаем неприятность когда мы рассматриваем сумму треугольников вот этих вот то их сумма уже не сходится какому-то конечному числу математика говорит сумма этих треугольников для функции корень из т расходится да вы тут должны меня простите у меня с с качественным да иногда это с иногда это минус с вот здесь вот под с я уже имею с которая стоит в знаменателе и когда с равняться минус 1 2 это как раз случай когда я уже суммиру корни когда мы занимались суммированием сных степеней первых x натуральных чисел очень глупо было обозначать с как минус с ну понимаете окей ну и конечно же сумма 3 степеней когда вы берете не корень а кубическую функцию конечно в этом случае треугольники тоже расходится они вообще вот так вот выглядит там каждый следующий треугольник больше чем предыдущий и конечно же их сумма расходятся еще раз немножко другими словами хочется рассказать вот нас интересует эта сумма и мы эту сумму решили посчитать таким образом площадь под кривой плюс сумма треугольников и определили значит нашу формулу для треугольника вот она математика знает чему равняться сумма треугольников она молодец но давайте и мы как бы разберемся в ней сумма площадей треугольников это вот явно размер столбца минус площадь под гладкой кривой в рамках этого столбца и тут до такой момент что сумма первого слагаемого дает расходимость сумма второго слагаемого тоже дает расходимость а вот их разность уже сходится вот она сходится и математика знает ответ как можно было бы это все легализовать это можно легализовать с помощью суммирования абеля мы добавляем такую вот здесь букушку р степени т а потом получив формулу устремляем р к единице вот наша формула которые получаются когда мы суммируем 6 треугольников здесь в этих слагаемых можно первой части собрать вместе это единицы на корне 4 если на корне из 5 и так далее вот эта первая часть и собрать вторые части тоже все вместе вот эта вторая часть дети пока р степени к убрал вот что у нас получается сумма обратных корней минус 2 вот это вот разница и хочется здесь как бы выкинуть вот этот корень из 7 хоть он и стремится к бесконечности при семерке стремящийся к бесконечности хочется выкинуть эту штуку ну так же и здесь но здесь то когда мы суммируем треугольники для f от единицы на т в кубе очень даже логично выкидывать единицы на 7 степени 2 а вот корень из 7 почему это можно выкинуть отдельный разговор что как это для за легализовать по сути дела мы хотим легализовать следующее равенство для случае когда к равняется положительному числу это это очень естественно почему это правильно для к равно минус 1 минус 2 минус 3 большой вопрос и вот суммирование абеля такая штука добавляем каждому члену ряда r в степени к получаем формулу работаем имея это дополнительное р и где-то в конце самой истории кладем р равна единице забавно что вот эта сумма математики известно под именем поле лога фанкшен вот и поле лог фанкшен для р равна единице равно z то функции что тут я еще хотел показать до расходимость расходимость наши суммы треугольников вполне себе валидные формулы получаются вот есть самые огромные растущие треугольники для случае когда f от равняется т в квадрате т в кубе сумму этих треугольников сходятся если вы их суммируете с дополнительным умножителем r в степени t вот ну правда конечно здесь неприятность получается если вы кладете r равным единице но ничего мы не будем на этом этапе класть р равна единице что мы сделаем просуммирую мне пожалуйста все треугольники для случае когда функция единицы на корень из т вот с домножением на r в степени t опа видите математикой выдают какой-то ответ очень интересно узнать чему это равняется когда r близко к единице равняется какому-то числу это внутренние глюки математики погрешности численных вычислений и это именно что она то есть вот вот это один из способов легализовать значение z то функции в точке 1 2 суммирование абеля когда вы просто во время суммирования добавляете r в степени t дальше 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 да здесь он как-то очень странно поступил почему-то единица на корень из t умноженное р степени t он не превратил в полилог а превратил какую-то более сложную функцию лерчи ну смотрите мы сами это можем проделать вот это вот это полилог 1 2 вот это суммирование вот t плюс 1 умноженное р степени t это что такое если мы тут эту штуку еще дополнительно домножим на r это будет нормальное суммирование корни с t плюс 1 умножить на р степени t плюс 1 но мы что делаем вычитаем значит r это первое слагаемое в этой сумме мы вычитаем а потом делим на r а в числитель соответственно умножаем на r и там числитель получается r степени t плюс 1 и получается просто полилог функция и эта штука тоже нам выдает полилог функцию вот еще раз я получил ответ который лишь только без без этой непонятной и лерчи и функции и лимит математика знает этот что он равен 2 плюс это 1 2 наверное непонятно тут надо паузить медитировать это сложный момент в общем регуляризация суммирование абеля позволяет найти аналитическое продолжение зата функции для с от нуля до единицы после единицы это просто предел суммы от нуля до единицы это суммирование абеля окей вот я хочу показать как это работает давайте здесь посмотрим что у нас карте это она тоже знает другой способ получить аналитическое продолжение зата функции это зата регуляризация когда вы вместо умножения на r в степени t домножаете на t в степени минус q свои слагаемые того ряда который вы хотите просуммировать ну давайте я тут побыстрее пробегусь все таки сложно опять тема что хочется здесь довести до конца возьмем эту формулу а равняется x b равняется бесконечности и что мы получим желтые треугольники это те которые от x до бесконечности вот чему равняется их площадь производная в бесконечной точке они все равны нулю и и это позволяет упростить эту сумму и у нас получается что площадь синих треугольников это все все треугольники сумма которых мы посчитали помните вот мы ради этого тратили последние 10 минут сумму всех треугольников мы посчитали вот она она посчитана и тут входит некоторое значит аналитическое продолжение функции z это а желтые треугольники будем считать по формуле вот что мы получаем здесь я записал эту сумму формулы эллер маклорина от минус единицы что получается синие треугольники равны по определению этому и это равно вот этому и этому окей вот наша сумма вот наш интеграл о чудо минус 2 умножить на минус 1 сокращается с этой двойкой и вот что получается да да площадь столбцов равна 2 на корень из x плюс z то 2 от 1 2 аналитическое продолжение функции z это через треугольники минус эта штука из формулы эллера маклорина и конечно же это выражение сильно нам напоминает многочлен hr только есть вот это вот дополнение к нему которого раньше не было раньше раньше функция hr не содержал этого но смотрите что тут произошло на самом деле если тут убрать двоечку то вот эта штука она просто убивает с на и слагаемое в этой сумме осознайте это это и есть повод называть вот эти вот коэффициенты продолжением z то функции дальше на отрицательные числа иначе бы не было убивание последнего слагаемого с нова вот этим слагаемым иначе за это 2 не убивал бы последнее слагаемое для суда сущие когда с равняется 1 2 3 4 5 и так далее сложный момент но тут я уже не могу ничего делать если повторю это хоть десять раз не думаешь добавится понимание тут нужна медитация над формулой короче говоря наша формула вот это вот где вместо суммирования ds написано n а здесь вот написано z от минус s вот она правильная формула для суммирования степеней s где s любое число не только натуральное положительное но и минус 1 2 тоже подходит вот эта формула для суммы обратных корней когда s равняется минус 1 2 вот в этой формуле с равняется минус 1 2 такие дела тут я хочу показать что эта формула она работает она работает и для натуральных s потому что биномиальные коэффициенты они равны нулю когда вы дальше k увеличиваете увеличиваете больше чем s делаете тут не важно вы можете суммировать до любого n поэтому такая фраза формула суммирования s степеней равняется вот этому числу где n достаточно большое ну и тут надо добавить какой-то остаточный член потому что для случая когда s дробная отрицательная эта формула приближенная а не точная она точная только для положительных натуральных s смотрите как интересно получается наша формула для суммирования s степеней вот это вот точнее мы ее получили в таком виде она прекрасно работала бы если бы мы ее догадались переписать следующим образом то есть в сумме записать суммирование до s по k тут z по k бежит а вот здесь z от минус s вынести за знак суммирования и вот в таком виде эта формула работает для дробных s надо пропускать иначе иначе это видео никогда не закончится так что я тут хотел показать да смотрите про сегменты классная штука все таки про сегменты давайте мы рассмотрим площадь не треугольников а вот таких вот сегментиков они очень быстро уменьшаются и если вот скажем для треугольников когда мы брали корень из t сумма треугольников была бесконечна то сумма вот таких вот сегментиков она конечна они очень быстро уменьшаются запишем чему равняется сумма площадей сегментиков мы как это получаем площадь под гладкой кривой площадь трапеции площадь трапеции равняется ну я имею ввиду трапецию вот эту одна сторона вторая сторона среднеарифметическая двух сторон на высоту трапеции единица а площадь под гладкой кривой ну это понятная штука для тех кто знает интеграл посмотрим чему равняется сумма таких сегментиков математика знает эту штуку и она может выписать чему равняется ответ для с одна вторая минус одна вторая тоже знает пять вторых с единицей тут уже проблемы видно что сумма сегментиков это минус одна вторая плюс з мы можем это обнаружить для с равняется минус два минус три и так далее для с меньше чем минус 1 обнаружить сходимость суммы сегментиков для меньших для больших с и сказать окей это аналитическое продолжение функции z итак суммы сегментиков позволяют чуть дальше продолжить функцию z з тут она перемудрила но вот для с больше чем единица уже не получается с помощью сегментиков продолжать z z z которая определена через сегментики я назвал z 3 и что я хочу показать что сумма вполне себе суммируется для случая когда с равняется минус 1 вторая для минус единицы проблема для минус 5 четвертых тоже проблема вот дальше идем сходство с рядом тейлора это сходство ну слишком очевидно и хотелось бы в этом разобраться что вообще происходит причем тут ряд тейлора ну чтобы увеличить сходство давайте проделаем следующее действие перейдем к f первообразной тогда и запишем эту формулу для f записав эту формулу для f можем опять перейти к f маленькая только степень производной уменьшить на единицу плюс дальше мы берем производную по z чтобы в итоге вот эта штука превратилась в данную штуку после этого мы уже к минус 1 можем переименовать обратно в к в этой формуле и получить уже суммирование от к минус 1 давайте еще раз вернем нашу формулу эллера маклорина видите стало больше похоже к от минус единица к от минус единица и что же получается что как будто бы суммирование значение функции f в разных точках от а до b это похоже на то что мы берем площадь над отрезком над отрезком а б сдвинутым на z чуть чуть вправо только тут еще появляется такой момент минус это мнемоническое правило для запоминания формулы эллера маклорина как будто бы это суммирование площади над отрезком а б смещенным на z со знаком минус и с взятием производной от z от ok кстати тут надо рассказать про экспонент хорошая идея получилось надо три раза хлопнуть а хотелось бы довести эту аналогию до конца вот у нас есть ряд экспоненты и мы можем сделать хак и добавить еще одно слагаемое для него ряд тейлора это на самом деле экспонента от оператора вот этого сейчас вы поймете что такое для суммирования у нас получается формула как будто бы это экспонент экспонент от оператора z а дифференцирование и последующие замены z в степени k на z от минус k ну вот еще с этим дополнением почему это так получилось но смотрите давайте возьмем вот эту формулу и поставим ее z 1 потом 2 потом 3 потом 4 и просуммируем это все и получаем получим такую двойную сумму мы сместим функцию f на 1 на 2 на 3 на самые разные натуральные числа и просуммируем все эти результаты в этой сумме можем формально невалидным образом переставить знаки суммирования это нельзя делать в данном случае и получить вот такую штуку ну если формально заменить эту сумму на z от минус к по формуле функции z то получается как раз формула эллера маклорина ну какой то ее вариант ясно еще раз запишем ну тут немножко по другому сделано тут я смещаюсь не на единицу а на t экспонента 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 2 т экспонента 3 т и так далее то nt и я все это сейчас просуммирую и кстати эта сумма есть геометрическая прогрессия у которой есть явная формула ну давайте т устремим бесконечности думая что ты это отрицательное число это разрешено мы получим такую формулу бесконечной геометрической прогрессии и и эта штука вот эта штука должна быть равна как будто бы вот этому это если мы позволим себе в этой сумме просуммировать в этой сумме всех этих причин просуммировать отдельно сначала первый столбец потом второй столбец потом третий столбец и если мы позволим себе формально назвать эту сумму z от минус единицы эту сумму бесконечную z от минус 2 и так далее короче говоря самый простой наверное способ убедить себя что эти коэффициенты это аналитическое продолжение функции z это это взять ряд тейлора для вот этой функции и обозначить просто коэффициенты в разложении ряд тейлора z от минус k и иметь ввиду вот это вот обоснование под этим обозначением что я здесь хочу показать что таки да разложение в ряд тейлора если мы уберем вот эти вот факториалы как раз дает коэффициенты которые мы уже видели в нашей матрице обратной треугольной матрице из коэффициентов вернули это и есть z от минус 1 минус 2 минус 3 и так далее разложение в ряд тейлора вот так записывается и еще здесь можно добавить букачку x сгруппировать по степеням t и получить известные нам многочлены hr вот они например только они будут деленными на к факториал вот многочлен вот многочлен вот эта функция это в некотором смысле генератор многочленов hr x запятая s то что я сейчас проделал с экспонентой можно еще записать по другому операторным образом это тоже важный момент это важный следующий шаг для понимания видео получается длинным но я хочу отстреляться сегодня потому что иначе я никогда про это не расскажу просто да материал с двумя звездочками а еще и длинный давайте ведем такую букачку д большое и и когда мы будем описать перед функцией это будет означать что функция которая находится справа подверглась взятию производным оператор дифференцирован оператор суммирование f вот такой вот без каких-то значков снизу и сверху мы будем думать что он означает следующее это надо взять f от x f от x минус 1 f от x минус 2 ну вот так мне захотелось не x плюс 1 x плюс 2 и так далее а с минусом разностный оператор когда перед функцией пишется такой треугольник эта штука которая из функции f делает функцию g который равняется f от x минус f от x минус 1 из формулы тейлора следует что оператор это единица минус экспонента от минус оператор дифференцирован проверьте это сами визуально также очевидно что если мы возьмем применим оператор разностный вот этой вот сумме то мы получим просто f от x то есть такой единичный оператор треугольник обратен сигме давайте это запишем суммирование и равняется единице на треугольник то есть единица разделить на единица минус е в степени минус d то есть вот такая штука но эта функция имеет ряд тейлора следующий и и таким образом мы получаем вот из этой записи формулу эльвера маклорина ну только надо бесконечно заменить на n как это все доказать как и доказать что вот обращение этой матрицы и разложение в ряд тейлора по t и по x дает один и тот же ответ ну это задачка для самостоятельного решения довольно непростая производящие функции очень очень полезная штука когда вы их узнаете после этого многие вещи вы будете делать через производящие функции для вас откроется новый мир и некоторые сложные моменты станут сильно проще вот эта формула на самом деле мы могли бы ее просто взять и применить для дробных с просто взять и применить мы же на прошлом видео научились вычислять факториалы для дробных чисел поэтому мы можем эту формулу взять и применить для дробных значений с и это будет хорошая формула для приближения суммы корней или суммы обратных корней вот что я хотел здесь сказать углубляться особенно не буду ну вот посмотрите что получается для случая когда мы берем дробные значения с математика прекрасно вычисляет биномиальный коэффициент для дробных значений с и это вот сумма по формуле когда n равняется 30 дает довольно близкое значение к тому что получается если вы честно просуммируете корни первых 10 тысяч натуральных чисел для трех вторых что получается здесь но тоже близкий ответ с отрицательными все не так хорошо здесь разница побольше если вы будете вычитать то формула будет несколько точнее но тоже не очень точная с увеличением n этот ряд вообще будет расходиться если вот 10 заменить на 30 ряд будет расходиться но в эту формулу можно добавить слагаемое z от минус с ситуация чуть улучшится для минус 1 2 ну что ж последняя часть давайте просуммируем первые 10 сных степеней и пробежимся вот степенью s по числам от минус 3 до 3 сумма сных степеней первые первых десяти натуральных чисел ответы истинные вот они сумс а теперь я посчитаю сумму сных степеней по формуле hr я возьму n равняется 50 ну да странно мы хотим просуммировать 10 слагаемых через формулу где приходится суммировать 50 слагаемых сных понимаем нелепость сей ситуации но давайте проверим просто работоспособность формулы элера маклорина давайте нарисуем ответы суммы это это вот как раз синие синие штука которая здесь не видна а вот эта формула это вот эта линия просто желтые и зеленые точки поверх синий затерли эту линию что мы видим желтый ответ это вот этот совпадает целиком синий зеленый ответ для отрицательных с не совпадает расходится а потом совпадает ну красный ответ когда мы суммируем 200 слагаемых вообще плохой сильно отличается тут мы видим какие то 10 в десятый хотя истинные ответы вот они простые 1286 1949 короче говоря много слагаемых в формуле элера маклорина брать вредно сюрприз n не должно быть равно бесконечности давайте запишем чему равняется разница между истиной и то что дает формула секундочку давайте посмотрим чему равняется разница истинного значения суммы и приближения видно что приближение 10 50 150 они все дают примерно ну они дают хорошую точность 10 в минус 10 вот в районе в этом они дают примерно 10 в минус 14 при суммировании 10 когда мы суммируем первые 30 нейтральных чисел вот они они тут вообще все примерно одинаковые получаются 12 если мы суммируем много то вообще нету разницы между тем сколько слагаемых по формуле суммировать мы говорим что в исходной сумме у нас n слагаемых а в приближенной сумме можно брать 10 50 150 это не так важно вот и если у нас n маленькая тем быстрее наступают неприятности с ростом вот этого числа так итога конец давайте добьем наконец-то наше сегодняшнее видео первый тейквей явная формула многочленов вернули вот так она выглядит точнее вот формула многочленов вернули а вот формула многочленов hr многочлены вернули это частный случай формулы элера маклорина минимальной доработкой из формулы многочленов можно получить формулу для суммирования не целых степеней первых n натуральных чисел с дальше полезно во время исследований позволять себе делать какие-то невалидные замены чтобы увидеть структуру уравнения именно так мы пришли с помощью этих хитрых замен к операторному равенству дальше я вам рассказал про формулу элера маклорина довольно специфическим образом на самом деле более естественный правильный способ получить эту формулу описано вот в этом видео посмотрите его обязательно я не стал рассказывать тот метод который использовался в этом видео специально надеюсь что вы посмотрите его здесь то что мы с вами проделали в принципе очень естественная штука вот получили мы какую-то формулу для натуральных с ну почему бы ее не попробовать для дробных и для отрицательных грех не попробовать и из этой идеи было получено очень много из этой идеи всплывает аналитическое продолжение функции z от s хитрые значения z минус 1 минус 2 минус 3 попадались нам в предыдущих видео не просто так дело в том что там предыдущих видео везде была скрыта формула элера маклорина и когда мы искали приближение синуса через сумму плюсов или через произведение корней там везде скрыта формула элера маклорина операторы можно использовать не числа а операторы и подставлять их внутрь экспоненты такой вот шок контент ну и саму формулу элера маклорина надо взять с собой в этих формулах нужно положить что z от единицы разделить на минус 1 факториал это минус 1 последний take away производящие функции это must have для действующего математика производящие функции от двух величин могут рассматриваться как генераторы многочленов это очень интересный подход когда у вас есть многочлены вы можете можете подумать о том что будет если вы рассмотрите вот такую функцию поставив сюда многочлен и наоборот имея функцию от двух переменных можно попробовать представить ее в таком виде и задуматься а что за многочлены здесь встречаются на сегодня все надеюсь вы не замучились что ваш мозг не поломался от всяких хаков всем удачи пока